Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Еще один самовольно возведенный дом в Сочи будет снесен. Вот только кем застройщик предложил мировое соглашение. В микрорайоне КСМ собак станет меньше, их переселят, куда стало известно на встрече местных жителей с главой города. Сочи принял эстафету памяти, огонь победы. В город-госпиталь прибыл из Абширонска. В Сочи стартовал краевой турнир. Побороться за призы Владимира Немшилова приехали полтысячи спортсменов. Состояние дорог, которые ведут к морю, проинспектировал глава края. Вениамин Кондратьев вместе с дорожниками осмотрел трассу от Геленджика до Новороссийска. А после губернатор провел совещание, где обсудили перспективы развития дорожной сети региона. В крае планируют построить новые развязки, а также провести реконструкцию действующих дорог. Наши краснодарские коллеги продолжат тему. Без пробок и с ветерком добраться до курортов без томительного ожидания под солнцем – мечта автолюбителей. Чем теплее становится море, тем плотнее становится трафик на магистралях. К курортному сезону дорожники прекратили основную часть ремонтных работ и освободили проезд для туристов. Дорога к морю – сплошная зеленая полоса. На максимально допустимой скорости 60 км в час мы двигаемся по одному из самых напряженных участков, где в прошлом году автомобилисты стояли в пробках от Молдавановки до Дефановки. Сейчас проехать здесь можно совершенно свободно. И, например, если верить навигатору, дорога до Геленджика займет чуть больше часа. В преддверии курортного сезона глава края Вениамин Кондратьев на рабочих совещаниях не раз говорил о том, что магистрали необходимо подготовить к наплыву туристов и гостей региона. Ведь о реверсивном движении не может быть и речи. В каком состоянии сегодня находится трасса к морю, проверил губернатор. Вместе с дорожниками Вениамин Кондратьев проехал от Геленджика до Новороссийска. Дорога между двумя курортными городами на радость автолюбителям. Свежий асфальт, ливневки и барьерные ограждения. Передвигаться по такой трассе – одно удовольствие, тем более, когда за окном вид на море. Великолепная трасса. Трасса, которая сегодня вызывает и удивление, и восхищение у многих автотуристов, которые к нам приезжают со всей страны. И вот нам нужно сделать так, чтобы вот такая дорога была не промежутком, а по всему побережью нашего края. Давняя проблема Новороссийска. Вместе с туристами и местными жителями по одной дороге едет и грузовой транспорт. Город принимает весь транзитный поток. В муниципалитете предусмотрены средства на ремонт и строительство новых дорог. Но решить проблему задыхающегося от количества автомобилей города сможет объезд. Его планируют возвести при поддержке краевых властей и федеральных ведомств. Проблему транспортного объезда Новороссийска и для того, где-то порой транспортного коллапса, который есть в Новороссийске, замешанного на легковых автомобилях, грузовых, на этих огромных фурах, которые сегодня тоже везут, понятно, в Новороссийске, и из Новороссийска грузы. Но это просто эту тему давно уже расшивать. В этом году мы уже 400 миллионов положили в муниципальные. Мы на 6,9 миллиардов за 5 лет мы положим дороги. Представляете? Это в Новороссийске просто именно на наши муниципальные дороги. Друзья, здесь важно, чтобы новороссийцы, жители Новороссийска, они ощущали, видимо, то, что сегодня дороги становятся лучше, качественнее, что появляются новые дороги. Вот не в рублях их финансовом объеме нужно измерять и сегодня то, что мы делаем, а в конечном результате. Уже после объезда губернатор вместе с дорожниками обсуждает планы по реконструкции других важных автомагистралей края. Совещание проводят прямо на дороге в одном из строительных вагончиков. Так уж завершено проектирование дальнего западного обхода Краснодара. К строительным работам приступят уже осенью. В этом году планируют начать строительство двух новых развязок в районе Геленджика. На встрече обсудили возможность реконструкции трассы Краснодарного-Российск. Такое решение позволит разгрузить участок от Славинска на Кубани до Крымска. В целом, по итогам объезда губернатор дает положительную оценку дорогам края, ведущим к морю. И напоминает, до 15 июня вся техника должна освободить проезжую часть. Любые, даже незначительные работы на трассе могут превратиться в многокилометровые пробки. Впереди июль и впереди август. Вот что там покажет нам высокий курортный сезон, в том числе транспортный. Проверкой на самом деле результативность наших докладов будет как раз и этот пик сезона, когда поедут автотуристы. И вот что они будут говорить, что они будут писать и что они будут заявлять. А наших дорогах, коллеги, наших дорогах, еще раз подчеркиваю, неважно, какого они уровня, муниципального, краевого, федерального. Яна Бузычкина, Денис Перец, Артур Завада, Кубань-24, Новороссийск, Геленджик. Пляжи Лазаревского района должны быть такими же благоустроенными, как в центре Сочи. Об этом заявил глава города. Анатолий Пахомов проинспектировал прибрежные территории в поселках Каткова щель, Головинка и Якорная щель. Чаще всего для отдыха люди выбирают именно Лазаревский район. Более широкая пляжная полоса, да и подальше от цивилизации. Сейчас половина из всех пляжей, а здесь их 103, находятся в аренде, а значит они полностью благоустроены. Кто-то сразу берет билет до станции Лазаревская, кто-то выходит по пути, не доезжая до Адлера. Жаркий июнь, теплое море, сезон отпусков уже начался. На пляжные изменения курортники внимание обращают всегда. Это место, ну молодцы, благоустроили. Ну не знаю, мне нравится. Немножко похоже даже что-то на европейское, потому что, ну как бы я часто ездила, отдыхала. Есть и душевые, есть и туалеты, вот эти дорожки прекрасные, потому что дальше вот который неблагоустроенный пляж, мы вышли, песок, невозможно идти. А здесь молодцы, ну могу похвалить. Не все, конечно, пляжные зоны выглядят так же, как в якорной щели, но ориентаторы спешат, тем более все находится под контролем главы. Однако никакие зонты и шезлонги не заменят самого главного безопасности. Наличие спасателей медицинского пункта у моря обязательно. К сожалению, не все организаторы детского отдыха ответственно относятся к своей работе. Вот эту группу приезжих детей привели на необустроенный пляж. Вот это вот неорганизовано, прекратите купание. Значит, это можно сделать только со спасателями, они ограждают территорию и так далее. Вот таких вещей я просто требую, чтобы каждый день выявляли. Халатность в вопросах безопасности недопустима, считает глава города. Детей к морю привозят много, всем рекомендуется купаться только на муниципальных пляжах, в Лазаревском районе их 53. Там есть все для комфортного отдыха. Процентов, наверное, 80 пляжных территорий действительно соответствуют стандартам. Установлены пляжные оборудования, выполнены все меры безопасности, и мы этому радуемся. Но, конечно, есть и те пляжные территории, которые нас сегодня не обрадовали. Я дал всем арендаторам пляжных территорий пять дней, для того, чтобы были выполнены все мероприятия, связанные, прежде всего, с благоустройством, с безопасностью. Не только городская среда должны привлекать курортников, ведь чаще всего люди едут в Сочи исключительно к морю. Поэтому пляжным территориям особое внимание. А в поселке Головинка инвестор готов обустроить гостевые зоны, по примеру, территории вокруг тюльпанового дерева, где собирается обычно масса туристов, и делать мини-курорт для семейного отдыха, для родителей и детей. Глава Сочи обещал проект поддержать. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сокращение безработицы, строительство новых школ и детских садов. По этим и другим темам отчитались депутаты Законодательного собрания края на встрече с жителями Сочи. Помимо местных единороссов, перед избирателями выступил и депутат Государственной думы Константин Затулин. Решить вопросы ЖКХ, улучшить городскую среду, повысить престиж курорта с момента избрания депутатов Краевого законодательного собрания 6-го созыва и начала работы партии «Единая Россия» прошло без малого два года. Все это время власти работали в тесной связке с избирателями. На повестке дня немало вопросов. Один из них – ликвидация безработицы. Внесены дополнения в Краевой закон «Акватирония», в котором установлено более 29 тысяч рабочих мест на 5000 предприятий для трудоустройства инвалидов, молодых людей, а также лиц предпенсионного возраста. Работу депутатов Законодательного собрания края оценил Константин Затулин, депутат Государственной думы. Я хочу сказать, что депутаты, избранные нами в Законодательное собрание края, это люди, которые не стесняются ходатайствовать, биться за интересы города и за интересы отдельных граждан. Поговорили и о реализации национальных проектов, в частности о безопасных и качественных автодорогах. В этом году власти Сочи планируют отремонтировать большую часть асфальтовых покрытий именно в рамках этого партийного проекта. Вы уже видите, что хоть и летний сезон, но тут же, значит, на Пластунской идет ремонт, идет на Конституции ремонт, практически вот в Лазаревском районе, на основных улицах мы постараемся до 15-20 июня их закончить, потому что, чтобы не мешать отдыхать нашим, значит, гостям, но продолжим работы по ремонту и строительству новых дорог в сельских округах, в селах. Также участники встречи обсудили строительство новых школ, детских садов и необходимость поддержки малообеспеченных и многодетных семей. Только в прошлом году было построено 10 образовательных учреждений на 8740 мест, а на развитие социальной сферы региона было израсходовано почти 165 миллиардов рублей. Это 70% всего краевого бюджета. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В микрорайоне КСМ собак станет меньше, их переселят, куда стало известно на встрече местных жителей с главой города. Все отмечают активное благоустройство района КСМ за последнее время. По инициативе главы города Анатолия Пахомова здесь построено 12 детских площадок, 3 спортивные, площадка для воркаута, появились тротуары и коллектор на улице Труда. Но остались вопросы к самим жителям. Например, не все хозяева квартир хотят заключать договоры на обслуживание газовых приборов. А ведь неисправная духовка или котел – это угроза безопасности всего дома. Недавно в доме номер 4 на улице Труда случился пожар из-за неисправного кондиционера. Выяснилось, не везде в рабочем состоянии пожарные гидранты. Глава Сочи поручил разобраться в этом вопросе и проверить состояние гидрантов в спальных районах. Если виновата управляющая компания, значит управляющую компанию накажут. Понятно? Но вы разберитесь там. Но поедут и разберутся. Если до дома – это водоканал, внутри дома – это, конечно, управляющая компания. В целом, с начала года в городе произошло 209 пожаров, погибло 6 человек. Глава города требует, чтобы подъезды к домам были всегда открыты. Тем более сейчас, когда наступил пожароопасный период. Подняли на встречу еще один вопрос, который также касается безопасности людей. Жители КСМ пожаловались на большое количество бездомных собак. Несмотря на то, что этот вопрос относится к компетенции краевых властей, Анатолий Пахомов заявил, город выделит деньги на отлов и содержание этих животных. Их поселят в приюте на Барановке. Также отметил мэр, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о создании муниципального приюта для бездомных животных. Еще один самовольно возведенный дом в Сочи будет снесен. Вот только чьими силами? Для исполнения решения суда сегодня на улицу Бакинскую прибыли судебные приставы. И сегодня же застройщик решил самостоятельно снести объект. Но к демонтажу пока не приступил. Эти два дома застройщик Владимир Папазян возвел без разрешения. Искоснося администрация города подала еще на стадии фундамента. Обеспечительные меры судом были наложены. Но пока продолжались судебные разбирательства, а на это ушел практически год, застройщик успел построить два пятиэтажных дома. В данном случае разрешения не было вообще, поэтому он был выявлен уже на стадии фундамента. Сейчас лицом заявляется намерение сносить самостоятельно. Фактически он еще к сносу не приступил. Ожидаем, что он до конца этой недели уже приступит к фактическому сносу. В противном случае уже в понедельник организация, которой переуступлено право сносить объект, приступит к сносу. Здесь площадь застройки предусматривает лишь частный дом. Но по факту сама Волка с видом на стадион Фишт площадью полторы тысячи квадратных метров. Сейчас объект под пристальным контролем судебных приставов. Сегодня должен был осуществляться снос в 9 утра. Но так как заключено мировое соглашение между строительной организацией и должником, снос пока именно с сегодняшнего дня приостановлен. Но служба приставов сегодня также продолжает контролировать. Данное производство не будет окончено до тех пор, пока данный объект не будет снесен полностью и не будет вывезен мусор. В случае, если объект сносит подрядчик, работы по демонтажу все равно оплачивает сам застройщик. Но это не самая большая потеря. Отказавшись носить своими силами, застройщик лишается земельного участка. Владимир Сыринович строил этот дом, честно говоря, я не знаю, для чего именно. Для своих, ну что, либо для продажи, ну, навряд ли для продажи, скорее всего, для своих. Судом принято решение, что дом нужно снести. Владимир Сыринович заключил договор 29 мая с организацией по сносу. И сам будет сносить этот дом сейчас, чтобы эту землю не забрали у него. Времени на снос у застройщика немного, буквально до конца недели. В случае бездействия уже в понедельник сюда снова наведаются судебные приставы, но уже в компании рабочих и со строительной техникой. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 15 июня в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24. Днем 26, 28 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 24. Компания СОУД приглашает на выставку бьюти-инноваций, ювелирных изделий и моды, территория красоты и фестиваль народных мастеров и художников России. С 20 по 23 июня «Жемчужина» вход свободный. И к другим новостям. Они спасают жизни и дают рождение новой. Лучших работников здравоохранения Кубани сегодня честовали в Краснодаре. С предстоящим профессиональным праздником медиков поздравили и глава региона Вениамин Кондратьев и спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко. В Краснодарском крае больше 70 тысяч медицинских работников. Это высококлассные специалисты, чьи имена известны во всем мире. По итогам прошлого года наш регион стал третьим в России по важнейшим демографическим показателям. Числу новорожденных и снижению уровня смертности. Со сцены Краснодарской филармонии губернатор поблагодарил работников здравоохранения за круглосуточный труд и за самоотверженное служение своему делу. Сегодня ваш праздник. Праздник тех, которые делают нашу медицину, на самом деле, краевую медицину лучшей в стране. Передовой в стране. Одной из самых высокотехнологичных в стране. Ведь это делаете вы, люди, вы, врачи, те, кто выбрали своей жизненной дорогой служение, служение людям. Потому что это не работа. Это не работа, когда порой нет выходных, когда нет отпуска. Когда звонит звонок ночью, и ты вынужден бросить свою семью, чтобы прийти на помощь другой семье. Я знаю это и по своей семье, и своей супруге, когда для нее телефон ночной, я говорю, ну зачем? Она говорит, ну а почему? Потому что она не сможет кому-то даже доверить, дежурному врачу, потому что она переживает. За результаты своей операции переживает. Переживает, как человек в первую очередь. А потом уже как врач, хирург, доктор, профессионал. Это, наверное, очень важно. Важно, что сегодня наши кубанские врачи, вы, обладаете в первую очередь человеческим сердцем. В вашу профессию идут, большей частью, ну как мне кажется, люди по призванию и люди неравнодушные. Ведь, очевидно, недостаточно иметь знания и профессиональные практики. Базовым, очевидно, является наличие доброго, отзывчивого сердца. Это самая главная базовая составляющая вашей профессии. Лучшие в профессии были удостойны наград. Из рук губернатора и председателя ЗСК кубанские медики получили почетные грамоты и медали. 15 июня исполняется 35 лет со дня образования Государственной инспекции по маломерным судам. Сегодня глава города Сочи Анатолий Пахомов вручил отличившимся инспекторам ГИМС благодарственные письма. История ГИМС непроста. Эта служба меняла название и входила в состав разных министерств и ведомств. Но суть оставалась неизменной. Основная задача инспекторов – надзор за маломерными судами и базами их стоянок, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах. Основная работа начинается с подготовки пляжных территорий. Производится техническое освидетельствование пляжей. Когда все пляжи допущены, начинается профилактическая работа с детскими здравницами, с населением. 18 инспекторов районных подразделений государственной инспекции по маломерным судам сегодня были отмечены благодарственными письмами главы города. Этих людей часто называют инспекторами водных дорог. Потому что самое главное в их работе – не допустить трагедии на воде. И на пляже, и в воде может возникнуть любая непредвиденная ситуация. Именно от вашей внимательности, от вашей интуиции и правильных действий зачастую зависит и человеческая жизнь. Я знаю, что вы справляетесь успешно с этой задачей. Хочу вам выразить искреннюю благодарность, признательность за ваш добросовестный, но тяжелый труд. Впереди у инспекторов ГИМС непростой период – активный курортный сезон. К стандартному списку задач прибавятся еще несколько. В том числе проверка прогулочных яхт и катеров, а также контроль за водными аттракционами. В Сочи передали эстафету памяти. Так называется краевая акция, в ходе которой от одного города-региона к другому передают лампаду с горящей свечой. Это символ памяти о подвигах российских солдат в годы Великой Отечественной войны. Краевая акция «Эстафета памяти» стартовала 12 февраля в Краснодаре. За четыре месяца лампаду с горящей свечой передавали в четырех десятках городов и станиц региона. Сегодня акция добралась и до Сочи. Лампаду сочинцам передал отряд «Пост номер один» из Абширонского района. Абширонский район лампаду памяти передал. Акцию в Краснодарском крае проводят уже третий год. Она посвящена освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Акция, конечно, молодежная. И самое главное – это передать ту память, ту скорбь, которую испытывал весь наш советский народ во время начала Великой Отечественной войны. Лампада с горящей свечой, которая символизирует подвиг наших предков, отдавших жизнь за свободу Родины в Отечественной войне, будет три дня находиться в храме князя Владимира в Сочи. Потом также в торжественной обстановке эстафета памяти будет передана Туапсе. После отправится в Геленджик и снова вернется в Краснодар 22 июня, в День памяти и скорби. Именно в этот день, в 41-м году, началась Великая Отечественная война. В эти дни на курорте по приглашению главы Сочи отдыхают школьники из Сербии. Это лучшие ученики республики. Ожидается, что их приезд – это начало большого сотрудничества, в том числе в сфере туризма. Двухнедельная программа очень насыщена. Фото на память в самом сердце Олимпийской столицы России. А дальше увлекательное путешествие по главным событиям мирового спорта. Зимние игры 2014, этап Гран-при Формула-1 и, конечно, Мундиаль 2018. Две недели в Сочи для этих сербских детей из города Валево, Чачек, Ужицы и Новый Сад стали наградой за отличную учебу. Каждый день их пребывание на курорте расписан буквально по минутам. Программа насыщена и разнообразна. Поучаствовали и в полном волшебства представления иллюзионистов. Смело выходили на сцену. Гязык магии понятен без перевода. Молоко должно быть домашнее, свежее, не магазинное. А это уже не магия, а секретное мастерство, которому несколько сотен лет. Атыгейский сыр – легенда кавказской кухни. На дегустации гостям рассказали, что для приготовления килограмма этого деликатеса нужно переработать от 7 до 10 литров коровьего молока. Рецепт не меняется уже много веков. Чтобы сыр больше сохранялся, его коптят. Детям рассказали, что после минуты, проведенной в печи, сыр не портится в течение месяца. А на десерт – мед с ближайшей пасеки. Его собрали серые кавказские пчелы – особый вид насекомых, который ценится не только за спокойный нрав, но и за трудолюбие. Первый наш мед, ребят, это мед черного клена. Путешествовали участники делегации не только по районам Сочи, но и по его истории. Это остановка у тюльпанового дерева. По словам ученых, ему уже почти 150 лет. Впрочем, некоторые исследователи уверены, что возраст Лирио Дендрона долгожителя уже давно перевалил за 200 лет. Это самое ценное дерево Черноморского побережья Кавказа. Историей его обеяно множеством мифов и легенд. Одна из них гласит, что потрогав кору, нужно загадать желание, оно обязательно исполнится. Было пожелание и у руководителей сербской делегации. Мы надеемся, что это начало успешного сотрудничества на новом уровне. В этом плане важно, чтобы вскоре укрепились контакты не только туристические, культурные, но и промышленные, и деловые. Кроме экскурсий, гости будут отдыхать на море, набираться сил и впечатлений, чтобы позже поделиться ими соотечественниками. И, возможно, желающих приехать в Сочи из Сербии станет еще больше. Елена Авсецина, телекомпания ФКТ. В России предложили ввести гибкий отпуск после родов. С такой инициативой выступил руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко. В случае одобрения инициатива позволит увеличить доходы мамы, если она согласится выйти на работу раньше. Например, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты, можно будет взять отпуск на 9 месяцев и получать вдвое больше. Предложение будет направлено в Минтруд и Госсовет и может войти в доклад к президенту. Новый механизм, считают эксперты, может поспособствовать тому, что женщины будут легче принимать решение о рождении первого ребенка. Общая сумма выплат во всех случаях будет одинаковой, что выгодно и для работодателей, и для фонда социального страхования. Пока не предлагается распространять этот механизм на женщин, которые не работали до рождения ребенка. В Сочи стартовал 12-й краевой турнир по плаванию на призы легендарного спортсмена Владимира Немшилова. Для участия в нем на курорт съехались полтысячи юных пловцов со всего юга России. Первый турнир в честь своего прославленного земляка сочинцы провели 12 лет назад, в год 40-летия легендарного выступления Владимира Немшилова на Олимпиаде в Мехико, где он стал бронзовым призером. За это время в соревнованиях приняли участие свыше 2,5 тысяч как начинающих пловцов, так и ветеранов плавания России. Сегодня Владимир Немшилов прибыл в родной город, чтобы дать старт турниру. По его словам, научить своего ребенка плавать – обязанность каждого родителя, тем более жителей Сочи. Все дети стремятся летом на море, чтобы у вас ребенок был подготовлен. Детей принимают с трехлетнего возраста обучение, так что это в первую очередь. А что дает плавание – это единственный вид спорта, альтернативы нет плаванию, где задействованы все группы мышь, мотор, дыхалка и все прочее. В другом виде спорта нет такого. Сразу после открытия был дан старт на дистанции 50 метров бутерфляем. Именно в этой дисциплине свою первую золотую медаль на краевых соревнованиях получила Сочинка Рада Маркова. Плаванием девочка занимается уже более четырех лет. Мне очень нравится бутерфляй, потому что для некоторых он очень сложный, но я им пупу даже очень хорошо, особенно на руках. Я чувствую силу бутерфляя и мощность большую. По словам главы Сочи, такие соревнования очень важны, поскольку это сильнейшая мотивация для детей к занятию спортом. Самое главное – это, конечно, занятость, потому что, смотрите, мы делаем все, чтобы дети не были предоставлены улице, а чтобы они были предоставлены спорту, культуре своим увлечением. И мне кажется, что у нас это получается. Сейчас в детско-юношеской спортшколе номер два обучается 1280 детей. 800 из них – пловцы. Однако с каждым годом желающих заниматься плаванием становится все больше. Планируем, что мы еще будем развиваться, будем увеличивать количество детей. Ждем ремонта, который у нас в этом году обещается и будет. Бассейн «Напоярка» уже отремонтирован. Сейчас ждем на юных ленинцев. К слову, на реконструкции бассейна «Напоярка» настоял глава города Анатолий Пахомов. Из городского бюджета выделили 167 миллионов рублей. Сейчас сочинцы могут абсолютно бесплатно обучать своих детей плаванию не только там, но и в бассейне на улице юных ленинцев. Его реконструкция на этапе разработки, а пока здесь соревнуются юные мастера голубых дорожек. Программа краевого турнира рассчитана на три дня. За это время участники поборются на различных дистанциях. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.